Если вам не доводилось путешествовать в далекие страны, если вы никогда не наслаждались видами старинной Венеции, сидя в гондоле, если вы еще не бывали в таких исторических местах Беларуси, как Лицкие и Несвежские замки, для вас очевидно выставка барановического художника Юрия Лешика станет большим открытием. Порядка 60 работ, самых разных по своей задумке, выполнены в технике живопись и графика. Автор с особым удовольствием представил брестской публике. Встречи с ней он ожидал уже давно. Талантливый художник за годы творческих поисков, путешествий и наблюдений смог создать невероятную коллекцию работ, которые совершенно невероятным образом заставляют обывателя оказаться в изображенном мастерном месте. Вместе с героями его картин насладиться красотой природы, получить удовольствие от созерцания прекрасного. Будь то лес в разные поры года, улицы, парки или цветочные композиции, в каждой из работ прослеживается глубина авторской мысли. Идеи всегда масса. Я говорю, как я уже говорил, что всегда жалею, что почему в сутках только 2-4 часа. Не всегда все удается по времени. Может быть я такой где-то суматошный, где-то не всегда... Прямо скажем, я не математик. Я не могу все просчитывать, но я художник. Мне важен, конечно, и результат, но не менее важен и сам процесс. То есть, когда с чистого холста что-то получается, это достаточно захватывающий процесс. Среди работ Юрия Олешика особую нишу заняли портреты, выполненные как маслом, так и карандашом. В них автор попытался максимально натурально передать черты людей, учитывая их характер и настроение. В творческой копилке есть и портрет, написанный по просьбе посла Италии в Беларуси Джулио Приджони. Эта картина является предметом гордости художника. Однако о других успехах и достижениях, которых, кстати говоря, у автора немало, живописец скромно умалчивает. Я очень требователен к себе в плане того, что должно выходить из-под моей кисти. Поэтому я самый строгий, как говорится, критик в этом плане. Поэтому стараюсь, чтобы получалось. Даже несмотря на то, когда заказывают какую-то работу, например, портрет, я абстрагируюсь от того, что мне за это платят деньги. И я знаю так, чтобы получилось как надо. Ну, по крайней мере, надо человеку этого полюбить, кого рисуешь. По крайней мере, до сих пор получалось. Помимо экспозиции творческих работ, Юрий Лешик подготовил для публики парочку сюрпризов. Одним из них стала лотерея. Каждый посетитель предварительно получил билет с определенным набором цифр. В ходе разыгрывания призов обладатели счастливых номеров получили в подарок от художника репродукции его работ. Приятной неожиданностью для всех стало вручение музею от Юрия Лешика собственной картины под названием «Каштановая аллея». В картинах видно, что этот художник, он, наверное, много где бывал и много чего видел, потому что картина очень разнообразная. Есть очень много разных тематик от людей до природы. Больше всего понравилась природа. Как бы люблю природу из-за этого. Люблю смотреть на такие картины. И когда смотрю на картины, на секунду кажется, что я уже в этом месте. Как бы все четко выражено. Живописью и графикой Юрий Лешик занимается с юности. Сегодня он успешно совмещает любимое дело с профессией архитектора. Воспитанием подрастающих детей, помимо всего, мужчина задействован в сфере рекламы. Талантливый человек, талантлив во всем. Эти слова однозначно про него. Многогранности его натуры смогли убедиться все присутствующие на открытии персональной выставки художника.